Всем йоу, дорогие друзья! С вами как-то на кофе и, конечно, Алекс Фукс, и сегодня мы будем открывать кейсы в CS GO! Хейоу, братишки! Ну что, друзья, сегодня мы будем заниматься тем, чем не занимались очень-очень давно, а именно, это крафт АВП Медузы! Да, друзья, у нас наступил какой-то такой, знаете, переломный момент, когда мы просто забыли про эти все дорогие АВП, типа Медузы, Драгонор и так далее. Я не знаю, почему мы их так давно не крафтили, да? И вот этот день настал! Хотя вот на АВП Медузы нам частенько везло. И сегодня, друзья, да, как уже сказал Санёк, этот день настал, сегодня мы постараемся скрафтить её. И я очень сильно надеюсь, что нам повезёт. Вот, крафтить, правда, мы будем её не прямо за воду, а немного поношенного качества, потому что прямо за воду эта АВП стоит 17 тысяч рублей, да, но при этом, друзья, даже если немного поношенного качества, то АВП Медуза стоит, там, по-моему, 50 тысяч или сколько, 40 тысяч рублей, и это очень много. 40 тысяч рублей на каждую тень. Ну что, друзья, я предлагаю нам сначала, конечно же, начать с наших любимых кейсиков, из которых мы сегодня снова ничего не получим. Ну, это обычный, друзья, понимаете, это традиция. И первое, что мы сегодня получаем, это ПП-19 Бизон Вихрь Джунглей. Да, ну, вот такое вот у нас, ребятки, стрёмное начало, скажем, да, такое, знаете, синее начало, некрасивое. Вот было бы, как бы, там, красное. Красивая синяя. О-о-о-о! Тянь любви, тянь любви! Санёк, слушай, мне кажется, это намёк. А, то, что у меня психошку заберут? Не, ну, кстати, возможно, и на это, но намёк на то, что сегодня будет хорошая серия, потому что со второго раза мы уже выбиваем что-то хорошее. Вот, даже если это не особо дорого стоит, друзья, но это фиолетового цвета, розового цвета, и это круто. Вот, так, ну, а теперь мы снова возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Вот, 5-7 Капилляра, да, ну, я в плане про синего говорю. Вот, а не про Вихан Джунглей. Так, 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 сейчас ещё какой-то Чан-Лю, и нет, ребятки, выпадает нам МП-7 Горн Войны, который закалённого качества, по-моему, да, или, да, закалённого в боях, ну, такое, как бы, сами понимаете, да. Так, эмочка пролетела, сейчас что-нибудь тайное, просто, видишь, как я забанговал, а, я же сказал, там пролетел, ребятки, СПС, Нелнуар, Статрек, тем более, да, неважно, кто был бы он, какого-нибудь там качества, плохого, не плохого, но он пролетел, да. И самое обидное, что он, конечно же, просто навсего пролетел. Он пролетел, но обещал вернуться. И дроповик нам тоже пролетел, и упадает нам, не сдержался, закалённого в боях, походу, тоже качество, но зато Статрек, ребятки, ох, как нам сегодня на качество-то везёт, а. Всё почти закалённое в боях, ребят, ну, сегодня наш день, что я могу сказать, сегодня мы точно стали стоя на Киеве. Ну, чё, тебя сегодня выпал, чё тебе надо ещё? Ну, я хочу, Сан, чего-нибудь дорогого, я хочу чего-нибудь действительно стоящего, поэтому, ну, все хотят, но не каждый выбивает, понимаешь, вот такой вот закон в Киевске, ребятки. Ну, вот и не выбьешь. Спасибо, брат, спасибо, спасибо, спасибо за веру, спасибо за поддержку, да. Смотрите, ребят, я сейчас так говорю, когда я буду открывать кейс, он так же будет делать. Ну, конечно, Сан, конечно, 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 смотри, нам уже два подряд выпадает просто вихрь в джунгли, тем более качество, у них, знаешь, по наклону, скажем так, идёт, типа, немного поношенное после полевых, сейчас мы должны выбить какого качества, по-моему, закалённого или поношенного? Вот я вот не помню, по-моему, поношенного, да. Или нет? Это, короче, нет, нет, смотри, нам выпадает калька, кстати, на удивление, это, по-моему, первая калька за сегодняшнюю серию, друзья, вот это реально удивление, потому что, посмотрите, сколько их на странице здесь. Это вот за две серии мы выбили вот столько калек, понимаете? Это очень многое, поэтому вот я этому и удивляюсь, то, что нам ещё пока что она выпала только в одного экземпляра, скажем так, и вот ПП-19, он вихрь в джунгли, и качество у него, качество, качество, кстати, по-моему, смотри, после полевых испытаний, после полевых испытаний, это уже четвёртый подряд, ну, не подряд, каждый, да, но просто четвёртый за сегодняшнюю серию вихрь в джунгли, который нам вообще снова калашик, ну, куда-то, ну, братишка. Останется со мной. Ну, вот калька, вот стоило вот вспомнить, рассказать про неё, так она и нам выпадает, замечательно, может быть, нам про ножик проговорить, Санька? Не знаю, может быть, ну, напомним, знаешь, навеим воспоминания о нём, и он нам выпадет, не? Так не работает? Нет. Жалко. Эх, жалко, друзья, вот так вот каждый раз, знаете, вот говоришь в серии про ножик, а он тебе падает, и вот, 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 я вот... Нет, в прошлой серии, когда нам выпал ножик, мы не говорили про нож. Да, сейчас мы что-то заговорили, ребятки, и точно из последнего кейса мы вряд ли увидим ножик. Но всё равно, надежда умирает последней, поэтому мы, конечно же, не сдаёмся, и сейчас нам выпадает Скар-20 калька. О, нет, смотрите, нет. Эмма, 249. Укус из имрудного яда. Так, а качество у нас, а качество немного поношено. Так, ну чё, друзья, теперь мы, конечно же, переходим к главной части нашего сегодняшнего видео, к нашей вишенке, скажем так. Мы закидываем сюда 9 Скар-20, Кровавый Спорт, вот, давайте сейчас я вам расскажу, что мы вообще можем выбить сегодня. И, конечно же, закидываем просто нашу ягодку М4А4 Посейдон, немного поношенного качества. Вот с такими вот наклейками Нави, и... Ихай, Посейдона. Да, всё, запихиваем его туда. Итак, друзья, что мы можем получить? Шансов, конечно, на выпадение АВП у нас крайне мало, но мы будем стараться. Хотя это не от нас зависит, как бы, но мы всё равно будем верить в это со всей силой. Итак, нам может выпасть ГОК-18 Пустынный Повстанец. Плохо. Я думаю, что всё-таки прямо за воду, потому что, смотри, у нас тут все пушки прямо за воду, кроме одной. И, скорее всего, у нас крафтится как раз-таки прямо за воду, то есть мы будем играть на качестве. Не всё равно это плохо, Пустынный Повстанец. Ну, да, потом М4А1С Механопушка тоже так себе. Либо же, ребятки, нам выпадает просто АВП Медуза. Ну что, друзья, я надеюсь, вы сегодня поставите лайк, потому что, друзья, вы поставите лайк, потому что вы точно поставите лайк, потому что вы тут пипец какая-то дорогая серия. Итак, всё, я нервничаю. Я очень дико переживаю за этот контракт, ребятки. Но мы отправляем его, и сейчас мы получим... Почему нельзя нажать обмену? Потому что, Саня, дороги назад нет. Дороги назад нет. Давай, о великой писидон. Девять. Десять. И мы получаем... Ну, чего вы ожидали? Как будто бы Медуза бы скрывать. Вот так, как я и говорил, мы сыграли на качестве, Саняк. Мы вот прямо за воду. Ну, смотри. Вот, друзья, вот сейчас просто я вам расскажу, сколько мы потратили. В какой минус мы сегодня ушли. Я сразу могу вам сказать, что... Предупредить, что он большой. Вы понимаете, что Эмка стоила 9600, которую я купил, она стоила 9600. Глок стоит, ну, ну, 700 рублей. То есть, по сути, мы сейчас ушли в минус на, ну, 10 тысяч рублей. Где-то так, потому что ещё вот эти все Скор 20-ые по 200 рублей стоят, ребятки. То есть, это дорого. Это, это безумие. Это, это гейп. Одним словом, это просто гейп. Ну, что ж, друзья, сегодня с вами будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. И напоминаю, что в прошлой серии нам отсюда вообще ничего не выпало. То есть, мы ушли отсюда просто ни с чем. Но сегодня... Но сегодня наш день должен быть. Но сегодня, друзья, мы должны реабилитироваться. И у нас как раз-таки большой баланс к этому дню. У нас сегодня 4182 рубля. Прошу заметить, что у нас сегодня нет даже копеек никаких. У нас ровно. Вот, и смотри, в лимте кто-то скрафтил нож. Шэдоу просто даггер с патином. Прикольно слышал. Вот это очень круто. Так, Сань, ну, мы, конечно, начинаем с нашего любимого кейса. Это случайное АВП. И, друзья, сейчас... Кто-то боец статрек скрафтил. Нормально, слушай, вообще... А как ты увидел, что статрек... А, я на сайте их... А, ну, и, ребятки, мы получаем АВП, Сонтов, Знаки Льва за 250 рубля. Но я не могу сказать, что это прям плохо. Это... Это еще более-менее, потому что мы ушли в минус. Да, это не африканская сетка. Это да, ребятки, самое главное, что это не африканская сетка. Вот мне прям почему-то очень сильно хочется открыть случайный лог. Вот прям вот как будто, знаешь, чувствую, что там что-то есть. Вот что-то там что-то затаилось такое и... А, наемник затаился. За рубль. Просто рубль. Смотри, кому-то... Что-то... О, вау, вау. Просто из кейса выпал нож. Так, друзья, это круто. Ты хочешь обычный кейс открыть? Нет, Саня, я хочу открыть случайно наклейку, потому что мы их давно не открывали. И вот... Конечно, мы поднесли череп, да, вот этот. Ну да, я хочу либо... Ой, корона. Ой, да. Ну блин, нет. Вот это, ребятки, да, вы знаете, с виду вроде розовое, да? А нет, не такое говно. Ну да, это еще не самое худшее, что могу нам выпустить сюда. Это у меня худшее говно. Я хочу еще открыть случайно наклеечку. Вот хотя бы еще раза два точно. Вот, все-таки, как-никак, у нас есть шанс на выпадение чего-нибудь реально крутого. Так, ну, да, так себе. Окей. И последний раз, ребятки, конечно же, испытываем нашу удачу. Пожалуйста, прошу тебя, дай что-нибудь хорошее. Да! Саня! А что, ну, в смысле, а что она такая дешевая? Знаешь что, Олег, я сейчас сайта открыта у меня, я вижу, кто-то наклейку вот такую же выбил. Смотрю этот тест. В смысле? И потом я вижу наклейку, и потом... Я не понимаю, она раньше стоила 4 или 5 тысяч рублей, а почему она сейчас так подешевела? Ну, что ты хочешь? Не, это, конечно, ребятки, круто, я ни в коем случае не зажрался, мы ушли в плюс, мы в большой, в большой в плюс ушли. Но, просто, как бы, я думал, она дороже будет стоить, понимаете? Да, ладно, ладно. Слушайте, я предлагаю, ладно, пока что ее оставим, если что, если что, потом просто продадим ее и... Откроем подчуху. Ну, давай, 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 Кирюхенькейс откроем. Так, если что, ребятки, просто ее потом продаем и открываем на живой кейс, если, конечно же, у нас получится дойти сегодня до него. Ну, это точно, да. Ну, это все зависит от того, что нам даст сейчас Кирюха. А Кирюха нам дает статтрек USPS Cyrex за... Чегоооооо? Ачего он такой дорогой? Так это фиолочка. Это ж фиолетовое. Это запрещено. Это же сайрекс. Друзья, это хорошо. Так, а теперь давайте тайны попробуем. Я уже не знаю, что-то вот удача реально проснулась. Прям почувствовали удачу. Сань, ты там, в случае, в Ленте не видишь, что оно выпало? Нет. Ну, она выпадает саттрек по П-19. Слушай, вообще круто. Она же дешевая была. Нет, это же статрек, Саня Так, короче, я что-то сбился уже с нашего баланса Ребятки, давайте мы сейчас просто все продаем Вот это продаем Да нет, да ладно, Саня, знаешь, как бы наклейку Если что еще вы ее Вот, так, все, я теперь знаю точно, сколько у нас есть на балансе Давайте, ребятки, будем сейчас добивать, наверное, тайное Потому что мы Кому-то удар был и выпал Можем сегодня дойти до ножевого кейса Так, 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 так Мне спецки кому-то выпал Блин, МАК-10, неоновый гонщик, Саня Ну вот что это такое, а? Вот как только я заговорил про нашу удачу Вот, ну, эмочка кому-то выпал Да я вижу, что лента, лента насыщенная Лента хорошо, там все у нее А нам выпадает МАК-10 на всякие неоновые гонщики И эмочка пустынная атака За 209 рублей, ну как так-то, а? Все, сейчас, друзья, на ваших глазах Мы убиваем АВП Драгонвор За миллион триллион рублей И либо механопушку, либо... Механопушку, чего? Да я просто на ленту смотрел Понятно, так, продаем, окей О, а все, я знаю, как буду ванковать Да слушай, Саня, я так тоже могу Я сейчас телефон открою, буду все там ванковать, понятно? Так, я так и сделаю примерно О, о, стой, стой! Да, да! Ребят! Ребята! Что, трек? АК-47 неоновая революция? Почему, самое интересное? В ленте ты сразу вскакиваешь, а потом попадаешь? Триста, триста, семьдесят четыре рубля! What the fuck? Я понял, хорош мне повторять Я понял Четыре тысячи триста Ну не мне Так, ребят, ну вы сами знаете, что мы сейчас делаем, ребят Это... Мы давно не открывали на жилой кейс Да? Реально давно не открывали случайно на жилой кейс И сейчас у нас наступил тот самый день, когда мы можем это сделать Когда мы можем позволить себе это сделать Итак, друзья, в преддверии лета Кто ждет лето, кстати, ставьте огромный палец вверх сегодня по-любому Осталось чуть-чуть Но осталось реально немножко 29 дней Так, ну что, друзья, мы немножко отклонились от темы Сейчас мы на ваши глаза Нажимаем Откроем случайный на жилой кейс Итак, три, два Ой, что-то ножка зачесалась, подожди Нажми Все, один Все, открываем на жилой кейс, друзья Итак, давай, 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 давай Ой, Олег, тебе не повезло Стой, ну пожалуйста, Сань, не говори Сань, не говори Только не говори, пожалуйста Серьезно Ну что такое Друзья, мы получаем складную ночь Африканская сетка И, кстати, Сань, когда ты говорил мне, типа, что нам не повезло Я уже думал, типа, знаешь, ты сказал это с каким-то сарказмом Ну, типа, чтобы напугать меня А тут реально выпадает такое Да Не, я, конечно, надеюсь, что мы сейчас еще, может быть, откроем случайные тайны И там всякие неотвы Что? А, это с фатрака, наверное, приема завода Что? Я впервые рад неонному кончику Ребят Закасали Просто, ну слушайте, ну это реально круто Вот это тоже, вот это сейчас было реально здорово Так, вот это не очень хорошо Вот это прям вообще не очень Да, это вот так вот так Хорошо, мы еще раз, ребят Еще-то мы зациклились на самом деле На случайном тайном, но Вы сами видите, что мы отсюда выбиваем И снова Что-то как-то Ну, давай еще Ребят, реально, вот сейчас мы открываем, наверное Давайте еще два раза откроем Да, Саня, ну все, ну не надо споярить, Сань, ну не надо Ну что такое? Ну почему? П-90 азимов, ну какого? Ребят, это, походу, в последний раз Хотя, я думаю, мы еще себе разок сможем позволить себе открыть на живогей Ой, давай, какой на живогей Ну нахрен Что там выпало нам? Что? Друзья! Е-е, просто Я не знаю, как это Что? АК-47 Огненный змей Это очень здорово Это очень круто Это знаете, прям заключение Такой сегодняшней серии Прям очень крутое Потому что я реально думал То, что мы сейчас то, что выбьем Мы это просто последний раз продаем Последний раз открываем тайны И все, у нас нет никакого баланса Но мы, блин, выбили АК-47 Огненный Змей Это что-то непонятное Поэтому погнали в КС-ку Быстро его примем, очень сильно хочется посмотреть Какого он уже качества и как он выглядит в КС-ке Ну что, друзья, это АК-47 Огненный Змей После полевых испытаний Вот так он вон выглядит И это просто бомбезно И давайте посмотрим, мне интересно просто сколько он стоит в Симе Потому что обычно цена, конечно, завышается на сайтах Слушай, нифига подобного Он стоит 12 тысяч Друзья, это просто безумие какое-то Это реально очень круто И мне нравится наша сегодняшняя серия Хоть у нас и не получилось сегодня с контрактом Ничего, но мы выбили АК-47 Огненный Змей И это очень-очень здорово Ну что, друзья, я надеюсь, вам эта серия понравилась И поставьте сегодня много пальчиков вверх И, конечно же, подпишитесь на все наши каналы Ну а с вами были, как всегда, Кофи и Алекс Фукс И всем пока-пока! Покусики, ребят!